По пацифизму еще одна деталь. Знаете, как узнать этот дух? Очень часто люди, которые с этим духом, верующие люди, я имею в виду, конечно, они начинают защищать идолов. Они защищают дела дьявола. Говорят, все нормально, все хорошие, все, елочки, кипасочки, яички покрасить, все нормально. И когда ты говоришь, да что ж нормального? Жрать идоложертвенное, это разные, ой, не, не, это вы слишком загнули, все хорошо. Вот люди, понимаете, люди с этим духом, они всегда будут бросаться на защиту всяких вот Богу неугодных вещей, когда ты их касаешься только даже. Причем защищать будут так, что вроде как тебя готовы даже размазать, если ты не согласен с ним. Так что пацифисты, они только на первый взгляд пацифисты. Итак, время войне, да, Иклисиас 3 глава мы читали. И может видно, не видно всем вот здесь вот этот вихрь, да? Что такое Галгал? Это такое движение по спирали вверх. Вы видели, когда смерть захватывает что-то, оно же не двигается, как на лифте. Оно двигается по спирали, вот так вот, вверх. То есть потоки воздуха, они закручиваются, начиная вот от маленьких, и потом идет вот уже большой-большой такой вот диаметр этого, ну, Галгал, вихрь, смерч, торнадо. И однажды, читая Иклисиас 3 главу, там написано, «Все соделал Господь прекрасным в свое время». Я увидел вот такой вот вихрь, и с одной стороны было, ну, в нашем случае, к примеру, время войне, война, да? А тут был мир. И он как бы вот разделен был. То есть с этой стороны время войне, а с этой время миру. И мы, как люди, мы двигаемся в этом восходящем потоке. И мы попадаем то на эту сторону, то на эту. Если мы растем, если мы не находимся вот здесь где-то, понимаете, вдали от движения. Когда мы в Божьем движении, колесам, колесам было сказано Галгал, то есть вот вихрь, в тебя вихрь. То есть, когда мы растем духовно, мы находимся в постоянном движении. И мы все время попадаем в то время войне, время мира. Ну, сейчас я Иклисиас-то все-таки вернусь туда. Вот этот перечень, который там есть. Всему свое время, время всякой вещи под небом. Время рождаться и время умирать. Время насаждать, время вырывать посаженное. Есть очень сильное откровение. Ну, я когда-то, у меня все детство была одна из мечт, научаться кубик рубик в складах собирать. И вот я все-таки уже взрослым дядей решил, надо научиться, ну, 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 что это за дела, научиться. Это ж я умею только разломать и соединить, знаете. И тут мне кто-то дарит этот кубик, что-то мне... А, жена с детьми ходили на базу игрушек, а там они, ну, копейки стоят. Принесли, дай тебе кубик, и говорю, ух ты. Ну, все, надо учиться. Залез в интернет, благо сейчас все тебе там это покажут. Сидел-сидел, вот это ж мозги уже все-таки такие, нет? Ой, вот это все что-то за... Пока научился, научился, собирали, ну, получаю удовольствие. Потому что другие не могут так. Собирать, а где-то вообще все вместе. Надо попробовать. И, ну, там, да, самое главное, и я получил столько откровений из этого кубика, я вам передать не могу. Я даже делился откровения в кубе, я называю. Там столько откровений. Вот куб, видите? Небесный Иерусалим в форме куба, вы знали? Там описана его вот широта, долгота. Это куб. Если куб развернуть, получится крест. Знаете, как вот если развернуть куб, получается крест. И один из вот этих главных моментов кубика Рубика, что там все через крест собирается, представляете? Вот кто-то умеет собирать, да? Там все через крест. Ты собираешь крест, потом, ну, я имею в виду, вот такой вот основной способ. Там, конечно, слишком умные они за 4 секунды собирают. Но это не про нас. Мы все через крест делаем. То есть ты сначала делаешь крест, потом остальное. Потом делаешь еще крест, остальное. И последняя сторона, тоже ты делаешь крест. Везде все через крест. Но главный какой момент? Что для того, чтобы делать что-то... Вот ты собрал там сторону, надо показать, надо будет как-то быстро. Собрал. Для того, чтобы сделать следующее, надо сломать то, что ты собрал. Представляете? Ты не можешь сохранять. Поэтому время насаждать, время вырывать посаженное. И вот уже последнее, остается последнее несколько, все уже почти собрано. И ты опять все ломаешь. Для того, чтобы собрать последнее, и оно раз, и собирается все. То есть я в этом кубике увидел Божий принцип, который вот описан в Библии. Всему свое время. Ты что-то делаешь, что-то собираешь, но приходит время это ломать. То, что ты собирал. Для чего? Для чего-то большего. Время... Вот, время убивать. Представляете здесь? Выходит, пастор, вы, братья и сестры, все равно настало время убивать. Держитесь. И начинает. Один брат, Артур Кац, я его очень уважаю, он уже на небе. Это мой любимый автор, который вот книги писал. Он говорит, я однажды проповедую в церкви одной большой в Америке. И пастор или кто-то там с первых рядов, но обычно у них много с этих пасторов, он не выдержал, встал, закричал, брат, хватит мне сочинять овец. Проповедую Евангелие. То есть настолько слово было острым, что наш пастор, ну все, ну все, ну, понимаете, вскочите, орать ко мне все. Это настолько его должно зацепить. Время разрушать. Вот это интересно. Что время разрушать, на первом стоит план. Перестроить. Почему? Да потому что в нашем случае, когда мы приходим к Господу, нам придется вначале рушить. Господь не строит свой дом на наших каких-то основаниях. Илых вот таких. Чему мы там привыкли, чему мы научились в мире. Я в жизни устроил, испорил мне некоторые правила. Вот эти правила Господь разрушит вначале. Чтобы ты своей головой, мудростью не хвалился. Время плакать. И время смеяться. Причем плакать, во-первых. Вот кто не плакал, тот может и не смеяться даже. Время сетовать. То есть вопиться, крушаться. И время плясать. Вот плясать, радоваться, смеяться, класс, да? Это нас не надо звать. А когда христианам говорят, ребята, бывает время плакать. Ой-ка плакать. Время сокрушаться. Ну, это же неинтересно. Время разбрасывать камни. Время собирать. Время обнимать. Время уклоняться от объятий. А как же любовь? А всему свое время. А есть те, которым надо руку выставить и не подпускать себя обнимать. Есть такие люди, которым надо не пускать в свою жизнь. Всему свое время. Почему Господь говорил, а с некоторыми не общайтесь. Как же любовь? Не общайтесь. Сегодня у нас как? Раньше в первопостольской церкви было как? Вылетел из церкви, ты все, остался без церкви. У нас вылетел с одной, пошел в другую. То есть тогда не было такого. И когда с человеком не общались, он не имел никакого общения с верующими. Вообще. Нигде. Ни в интернете, ни в контакте, ни в другом собрании. И он ходил и понимал, что он отсечен от тела Христова. И что-то надо менять в жизни. Время искать и время терять. Ух, время искать. Оно интересное такое. Вот ты находишь, и вдруг приходит время потерять. Как с кубиком. Вот ты собрал уже целую сторону. В основном одну сторону все умеют собирать. Но неправильно, да? Да, и когда кубик, он соберет одно, уже неправильно. Уже если ты одну собрал неправильно, ничего не соберешь больше. Так вот, вроде искал, искал, все уже построил. И знаете, вот можно так кубик поставить, что не будет видно, что он недособранный. Он вроде как собранный. Такое будет. С полубоку так. А бывает, вот собираешь кубик, и случайно две стороны собрались. Остальные нет, и думают, ну ладно, и так хорошо. Раз, где-то в сервант собранный стоит. Только две. Так вот, что-то нашел, что-то наконец-то построил. Только, я говорю, только вот, знаете, строил, 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 только сел. О, теперь вот будет хорошо. А Господь говорит, время терять. Да ну как, подожди, погоди. Как только мы выходим с этого движения, мы вот где оказываемся. В стороне от Божьего движения. То есть, как только я решаю. Ага, вот здесь вот я, пожалуй, брошу якорь. Вот сейчас достиг какого-то там, ну вот, в служении, в жизни, все так хорошо. Вот тут я, пожалуй, и тормознусь. То сразу вот сюда, все, что остановилось, вот все, что остановилось, падает. Смотрите, как устроено. То есть, все, что ты отпускаешь, падает. Только то, что ты держишь, вот держишь, то и видишь, оно у тебя. Время, значит, сохранять и время бросать. Время раздирать. И время сшивать. А о Боге так написано, говорит, я уязвляю, я врачую. Всему свое время. Время молчать. И время говорить. Оказывается, есть такое время. Гульчушный молчишь. Время такое. Ну, люди ждут откровения у тебя. Но время такое молчать. Тишина. Кто молчать не умеет, тот и говорить не умеет, как правило. Время, ох, время любить. И время ненавидеть. Ну, потому что, ну как еще понять Иисуса, который говорит, кто приходит ко мне. Ну, так написано, и не возненавидит отца. Мать. Детей. Ух. Жена там есть? Жены. А при том из своей жизни не достоин меня. Вот это он резанул, так резанул. Причем сказал он это толпе людей. Не каким-то вот особо духовным. Он сказал всей толпе, что шли за ней на улице. Отвергни себя, возьми крест, следуй за ногу, что кто приходит ко мне, и не возьми. То есть есть? Поэтому, а моя мама на служениях сидит. Она у нас в церкви, мама моя. Я об этом говорю, на нее смотрю. А я вижу, она понимает, о чем речь. Она не обижается на меня. И я ей говорю, мама, я тебя люблю, но есть то, что больше. Я люблю свою жену, детей, но есть что-то больше этого. Больше. И так всегда будет. Это не значит, что я буду говорить, да пошли отсюда, я ненавижу вас, чтобы глаза не видели. Не, я их люблю. Но моя любовь к ним, относительно моей любви к Богу, это две разные вещи. И вот, время в войне и время в миру. Так вот, когда мы младенцы, время в нашей жизни меняется очень быстро и часто. Ты тут, а то тут, а то тут, полдня ты в войне, полдня в мире. То есть, сегодня он ходит такой, ой, Иисуса, мы сейчас будем тут, ах. То есть, уже через час, все, блин, надо успокоиться, надо пить Духа Святого. Вот это мы будем плавать. Но когда мы растем, вот эти сезоны становятся все длиннее и длиннее. И занимают иногда годы. Иногда некоторые сезоны войны могут длиться годы. Так же, как и сезоны мира. И вот, есть момент, когда там пять лет в брани, в войне, и потом пять лет, ну не дает Бог ни с кем там сражаться. Ты впитываешь, лечишь раны, наслаждаешься Господом. То есть, проходишь. Конечно, приятно, привыкаешь. И тут тебя щууууууууууууууууууууууууу в новый виток. В ад прям. Вы знаете, что Где первое упоминание церкви В каком месте Писание находится? В Матфея Где Иисус сказал Я создам церковь мою и врата ада Не одолеют ее Оказывается, видите, первое упоминание церкви Стоит уже в контексте врат ада Там сказано Я создам церковь мою и буду их так любить Водить там на злачных пашетях Благословить Я создам церковь мою и Война Поэтому ты раз и попадаешь во врата ада Но врата ада это уже отдельная тема Будет, если Бог позволит И соответственно эти все зоны Начинают быть больше Интенсивнее, весомее По мере того, как мы растем В холм Если, находясь здесь, человека Закинуть сюда, он умрет Он умрет Вспомните, если вы верующий уже не один год Что были вещи, которые Вы вспоминаете Что ж я вообще переживал за них Вообще перешагиваешь, идешь дальше А раньше в депрессии можно попасть было на месяц Из-за ерунды какой-то То есть боялся каких-то вещей, которые сейчас уже на один зуб Одна из вещей, которые я научился Ну вот я вообще очень много учусь Вот, ну, спорт, к примеру Которым занимались И получилось, опять же Я двое детей Уже священник Пресс-виттер Я пошел в американский футбол играть Знаете, да? Да Шлемы вот эти И там все время надо бить головой Бежишь Бум И, конечно, ну это просто мечта была Мечта всю жизнь Мне нравился американский футбол И потом я узнал, что у нас есть И я позвонил тренеру Говорю, Ашок, откуда же вы тут взялись Я сегодня когда не знал, что есть в городе команда Он говорит, приходи Я говорю, да я уже старый, куда я там приду Да ну, давай посмотрим Я думаю, пойду, значит, чтобы не жалеть Вот эти одну-две тренировки Чтобы вот именно было что вспомнить Я же еле ноги Я вот так вот домой приходил Так что лело Передать не могу Уже ж я не молодой все, косточки И, знаете, на пять лет вот попал Засосало И ездили чемпионат Украины Чемпионат России Вот, кстати, в Волжский мы ездили Первый мы вообще выезд в Россию Играть в Волжск Обыграли 37-0 В Краснодар ездили Обыграли 104-0 Краснодарских бизонов Потом, правда, проиграли много тоже Команда Но один момент какой Вот выходишь на поле Когда новенький ты Вот здесь И всего бои Ну, страшно Нам все такие здоровые Все такие уже битые, знаете А для них Взятьте мне там 35 лет А там пацаны Вот 20 там 25 от силы Я там ближайший ко мне 10 лет был от меня Человек И они такие О, новенькие Ну, сегодня Сегодня я буду получать И ходят такие там, знаете И, конечно, эти пацаны Начали смотришь Такой здоровый Ну, прошло время И уже через несколько лет Мне здоровые Просто начали нравиться Он здоровый Он мягкий Он такой Удобный Он медленный И ты уже перестаешь бояться То есть то, что тебя пугало И ты бы обошел стороной Со временем Ты это перешагиваешь Не замечая даже Не обратив внимания Вот как мы растем Поэтому Время войне Время мира Это сезоны С каждым разом Они все интенсивнее Поэтому, если вы хотите Такой тихой, спокойной жизни Не вздумайте расти Никогда духовно Крутитесь вот тут Вот чуть-чуть Там побеждайте Не знаю Дух насморка Радуйтесь Там Ну, пяти рублям Что нашли там На дороге Ну, такое вот, знаете Победы и поражения Такие вот Они Незначительные Не сильно Невлияющие Но если мы действительно Говорим о серьезных плодах То придется подниматься Выше Да А вы знаете Чем Глубже Болото Жарее жабы Квакает И поэтому Начинаешь встречать Такие Ситуации Думаешь Ого Как я сюда попал И что мне теперь делать Итак Движение По спирали Вверх Глубже Становится все Насыщеннее Если остановиться В чем-то одном Перестаешь расти И Ну, падаешь Падаешь Вот Вниз Вновь То, что Перестает двигаться Вверх Начинает Падать Вниз Да Чем выше Тем Как я сказал Реже Сменяются Сезоны Но они Основательные И насыщенные Внизу Все мелко Без особых Последствий Вверху Уже Все Конечно По-другому Плоды Плоды Вот здесь Вот больше Знаете Трофеи Что ты там Завоевал Ну Завоевал Ну вот Когда допустим В спорте Да Там Любительский Спорт Ну медальку Тебе дали Пластмассовый Кубок Там Какой-нибудь Знаете Но когда ты Достигаешь Высот Там Ты получаешь Совершенно Другие Плоды Своего Труда Поэтому Чем выше Тем тяжелее Но плоды Будут Больше И Знаете Вот еще Сильная Штука Я не знаю Как это Объяснить Но Чем ты Поднимаешь Чем выше Вот сюда Тем больше Влияние На физический Мир Здесь Все как-то В духе А вот Ничего не Меняется Вот по сути В жизни То есть Те же Дырявые Носки Ты и ходишь Да В победе И в поражении Но чем выше Тем больше Идет влияние На физический Мир На практическую Сторону Жизни Вплоть До Я не знаю Там Физического Тела Вы знаете Что чем Самый Самый простой Уровень Духовной войны Это в духе Война Война в духе Не может навредить Тебе практически Ничем Это самый Примитивный Уровень Вот бесов Который Только в духе Встречается Потому что Наш дух Совершенный Он образ И подобие Божье Это новое творение Против нашего Духа У врага Ничего нет Ноль Как против Христа Поэтому Если наша Война Только на уровне Духа Она самая Легкая Простая Там самые Вот эти Маленькие Незначительные Бисюханы Но Когда мы Поднимаемся Выше В войну Вовлекается Душа А с душой Не все Так Однозначно Там враг Иногда Имеет место Там есть Дыры Там есть Разум Там есть Наши Чувства Это я хочу Это не хочу Это мне нравится Это не нравится Это я Эту рожу Видеть не могу А вот этого Люблю И вот Душа Но самый Высокий Уровень Духовной Войны Это Куда Тело Вовлечено И наше Тело Участвует На физическом Уровне В войне Поэтому Есть болезни Которые Вызваны Духовной Войной Их нельзя Вылечить Лекарствами Что бы Ты ни делал Их не могут Определить Врачи Вот есть Такие Болезни Был момент Когда Мы были В гостях С женой У Димы И Хестер В ЮАР И Диме Стало плохо Очень сильно Очень сильно Плохо И он лежал У него Сильно болела Голова И так сильно Что он не мог Встать От боли И его Отвезли В больницу И его сделали Анализ И сказали Неизвестный Вирус Мы не знаем Что это То есть Нету Как его Лечить То есть Что-то ему Там дали Но оно Не помогло И мы Когда сидели Молились За него И видно Что человек Просто Он даже Не разговаривает Он лежал В такой Сильной Сильной Головной Боли И мы Молились И вдруг Пришло Понимание Нам накануне Сделали Подарки То есть Нашей семье Их Какие-то Там Родственники Хестер Это были Такие Колокольчики Кстати Ну а такие Знаете Колокольчики Вот как От духов Отгонять У дверей Вешались Такими Весюличками Такого От ветра Вот этого Ну только Это были Маленькие Там Ну что-то Было Нарисовано Такие Или Дракончики Или Какие-то Животные Такие Ну вроде Безделушки Подарили И накануне Мне снились Страшные Знаешь У меня То жрет Акула Какая-то То крокодил И я Простя Думаю Слушай Что-то у меня Сразу За этот колокольчик Говорю Давайте Не будем Не говорить Чтобы Хестер Не обиделась Поломаем Выкину И вот Я его разломал Тихонько Выкинул Думаю Неудобно Их родственники Дарили Что-то Оно стоит И когда мы Молимся Этот колокольчик Бам Вышел Я говорю Хестер Вот это Возможность За этого Она сразу Пошла Говорит Что делали Уже Готовы Сломали И вот Тут же Отпустило Он тут же Встал Как ни в чем Не бывало Вообще Никаких Симптомов То есть В духовную Войну Высокого уровня Вовлечено Тело Наше И тело Может это Чувствовать Оно может Чувствовать Давление Это может быть Какие-то Болезненные Такие Вот Моменты Какие-то Вплоть до Можно Просто тело Может тоже И пострадать Почему нельзя Нам в духовную Войну Самовольно Влезать Потому что Это не шутки Это Ну это серьезно На войне Гибнут иногда Люди К сожалению Но пострадать Можно Это факт Мне как-то Тоже Дух Святой Сказал Когда ты Начинаешь Войну по плоти Ты получишь Войну в плоти То есть Не всегда То что Мы получаем В тело Это так и должно Быть Иногда Это Глупость А пойдем Молиться На площадь Ленина Будем ломать Памятник Ленина С кувалдой Во имя Иисуса Знаете Что вы пожнете Резиновые дубинки По почкам Это будут Плоды Войны по плоти Потому что Наша Брань С плотью И кровью Мы не призваны Ничего Ломать Ходить с транспарантами Или что-то Наша война Она в духе И если мы Одерживаем победу Над духами Физический мир Подстраивается Но это будет Отдельное дело Когда дойдем До начальства Властей Так Сезоны Сезоны Вначале Все мелко И быстро Без особенных Последствий Потом уже У войны У мира Есть плоды И больше Влияние На материальном Уровне Есть такое Понимание Как смотрите Если взять Срез Вот здесь Ну вот Внизу Он вот такой Вот будет Маленький Да Если взять Вверху Это уже будет Большое Что-то То есть Площадь этого И площадь этого Совершенно Разная Площадь Позволяет Что-то Поставить То есть На стол Можно поставить Много всего А вот сюда Наверх Фломастера Что-то Сточка Маленькая Площадь Будет Неустойчива Так вот Божья Слава Божья Слава Божье Присутствие Конечно Будет Пребывать Намного Больше На Высоких Уродах То есть Благодати Сейчас Потому что Все Что мы Видим Шиповалов Крыковский Мы видим Вот эту Видимую Как сказать Плод Выход Но что Привело Через что Им пришлось Пройти Я Конечно Кто-то Делится Дима Вот в одном Медвежьегорске Когда мы Были С ним И вот Это была тема Я война И он вышел Он почувствовал Он засветил Он редко Об этом говорит Что они прошли Там с сыном И какие Но кто Слушал Понял Что это Ну это ад Это называется ад Когда тебе Не хочется Жить Даже Не хочешь Ничего видеть Никакого счастья Радости Это длится Месяцами Месяцами Конечно Проходя Вот это Человек Выходит С какими-то Плодами Или бы он Сгинул И как он Там с дьяволом Встретился Который Как лев Пришел Сожрать его Да Ребенка Ему пришлось С ним общаться Неприятные вещи Поэтому мы видим Да Влияние Да Авторитет Да Он говорит Допустим Лестер Сам Рад Я помню Как сейчас Эту проповедь Я слушал ее В флэре Еще с кассетой По улице Шел И он О вере И он говорит Такие вещи Вера Это есть Послушание Богу И тебя Кого-то Просто В тебя Забивают Сваю Какую-то Простые слова Любой Может их сказать Но власти В этом не будет И когда он Говорил Он это сказал Я аж Пошел Сел Я шел Я понял Надо сесть На этот заборчик Потому что Я чуть не упал От веса Вот эта Власть Этого слова И оно так Зашло Что Спустя 20 лет Я помню Что он сказал Вера Ты поднимаешься Поднимаешься И сезон Становится Все длиннее В конце концов Есть битвы Которые мы вели Полчаса На молитвенном Потом эти битвы Пророщаются В 2-3 дня И есть битвы Которые мы попадаем На 5-6-10 лет Лет Без остановки Без перерыва День и ночь Ты находишься В войне Но потом На злачных Пожить Вы знаете Что Это откровение Ты приготовил Передо мной Трапезу На виду Врагов моих Ну вот Представьте Враги И Господь Накрыл Стол Я не знаю Пикник Или что это Другое Еду Так вот Чем больше враги Тем Трапеза Дышит То есть Размер твоей Трапезы Которую Господь Тебе дает Соответствует Размеру Твоих врагов Если там Один зайчик Такой Демонический Сидит Ну Морковку Тебя Господь Даст Покушать Перед зайчиком А если там Такие Представьте Что такое Трапезу На виду Врагов Это их Посравление Помните Три мушкетера Когда они Кушали во время войны Там В башне сидели Вино пили Там что-то Закусывали А там Пушни стреляют И они такие Ну что Повоюем пошли И погнали То есть Это такое Представьте Такое Презрение Вообще К врагу Что ты тут Кушаешь Господь Стоять Мы кушаем Сейчас Подожди Сейчас мы вас Будем бить Стоять Потому что Враг Видите Он все равно Служебный дух Даже дьявол Служебный дух Одна из картинок Которую я считаю Вообще Не знаю Мне кажется Дьявол ее И сотворил Где Иисус и дьявол На руках борются Это его мечта Дьявола Он мечтает Что он ровнен Господу Что они там вроде как Никакая не ровня У Бога есть Ангелы Намного сильнее Сатаны Есть ангел В откровении Которого От которого Сся земля Светилась Он пришел И у него цель В руке И когда он будет Связывать дьявола Там не будет Ребята Держите его Ломайте Там не будет Никакой борьбы Даже Сюда Встал И на тысячу лет Как в консерву Какую-то Этого огурца Да Закатал То есть Никакой не будет Там Что его там Не могли Долго сломать Как знаете Были у нас Освобождения Мама дорогая Служение В детстве Когда там По три человека Вот это Заламывает руки А он там трясется Его пытаются Удержать И выйди Не выйду Выйди Не выйду В поход Такой Пошли Молодежь Молодежь Пошла в поход И в одном Начали бесы Проявляться Парди Он начал Дрова душить В палатке Ночью Проснулись Вытащили его Давай молиться А все его бесы Разговаривали Говорит Знаете Что он сказал Да я А там лес Лес Эхо Такое Страшное И недалеко Еще туристы Стояли Ночь И там лесник Был И туристы И вы Больше харизмат Там человек Пятнадцать Начали орать Выйди Да я сейчас Говорит Этих Всех Животных Сюда Соберу И Они вас Сожрут Потом И кричит Ай Эй Рука Больно А ей Говорит А это не твоя рука Затклились Серьезно Такие разговоры И я потом Докадал Утро Подумал Слушай Люди все слышали Они на этом Подумали Что жертву Принесли Это долг Был Несколько часов В общем Вот такие Перговоры Безумные Я говорю, ребята, скажите, извинитесь, там, какими-то с лестниками, объясните. И они пошли. А лестники, я думаю, ничего не случилось, что не случилось. А то вы просто не настолько испугались, что же с них там еще. А он еще там, а, он еще потом взорвал, ой, зальюйте у меня нож, зальюйте у меня нож, и у меня нож, оказывается, был. Ну что, один ходит, его друг тоже такой неверующий был, он такой перепуганный. Видит, что он цигуном занимался. И мы же, друг цигуна, во что? А вы хоть знаете, что такое, цигун. А мы такие, понимаем, не знаем ничего. И как выгнать? В общем, к сожалению, мне кажется, ничего мы не выгнали. Но там просто 10 человек, вот это его держит, там трое на нем сидят, критые, воплые, а эффекта ноль. Ноль. Нет, нету, понимаете, нету. Иисус, вы, кстати, знаете, никогда не молился за одержимых. Он изгонял слово, а не молитву. Не было такого, так, сейчас помолимся. Он говорил слово, а если вы хотели, выйди, оставь его, помните, все, все, вот так должно быть. И мы в нашей церкви приняли такое решение, потому что были моменты, идет хвала, мы же спиной поклоняемся, что-то там, потом ухом где-то слышим, что-то там творится вообще в зале уже, поворачиваясь, а там какой-то уже круг, кружок стоит, в кружке что-то происходит. Я ставлю гитару, и вы, ребята, продолжайте, что-то творится. А там два человека сцепились, и непонятно, кто с кого изгоняет. Понимаете? Я не мог понять, кто одержимый, а кто из инцестов. Потому что они, вот, как, знаете, собаки дерутся или просто. Какой-то кубрич. Оп, оп, обе, ну, две женщины, обе орут. Остальные стоят, ша-па-ра-па-ра-па-ра. И не знают, что делать, кого изгонять без этого. И после этого случая мы решили, мы молимся за освобождение. Если бес не выходит за вот две минуты, мы заканчиваем эту молитву. Все, нету, значит, у нас власти его изгнать. И мы можем потратить часы на это без толку. И он выйдет, и он назад потом с таким же успехом заходит. И вот поэтому есть какие-то причины, почему мы, помните, ученики не смогли изгнать. Есть такие моменты. И Дима, помню, он с Олегом, они такое откровение получили о театральных бесах, наверное, он делился. То есть бесы, которые лишь будут к себе внимание привлечь, чтобы не слово там люди слушали, а смотрели, что выходите, выгонят, выходите, выгонят. И он еще там рассказывать начинает. Бесы любят поговорить. Они могут интересного многое рассказать, чтобы только ты их слушал. ой, ешуа. Поэтому, поэтому, у всего есть цена. То есть подниматься выше становится все дороже. Я думаю, что повышение цен происходит не только в физическом, но и в духовном мире. Вы знаете, что Крым сейчас считается одним из самых дорогих регионов России. Я говорю, что бензин у нас стоит 50 рублей. 50 рублей. И что, живем? Ты прям ездишь, да? Все ездят, все воют. Ну, ездят. Ты думаешь, когда уже станет так дорого, чтобы перестали ездить, чтобы можно было хотя бы передвигаться. И цены растут. Но духовные цены растут так же. Чем выше цена. То есть, если я иду покупать, я не знаю себе, ну что-то, мотоцикл я когда хотел купить. Смотришь там эти, значит, авито, авито. Перебираешь, бэушный, конечно. И я же ничего не понимаю. Уновь вообще такие. И мне нравится, я другу шлю, который разбирается. Смотрит, какой красивый, такой истойный, дорогой. Ну, китайский. Такой он прямо, такой ммм. Он говорит, ай, фигня. Я говорю, а почему фигня? Такой классный. И потом, смотришь, японский. Сразу цена. Раз, два, три раза. Думаешь, почему он старый такой? Некрасивый. И когда мы поехали смотреть, и вот ты подходишь к этому китайскому, а он как игрушечный. Он как будто сделан из лего. И вот можно его поломать. Вот взять на его раму. Такое все, думаю, точно не надо. И стоит. Недорого. Я купил первый японский мотоцикл. Девяностое, подождите, второй год, по-моему. Сузуки. Бандит. И когда я на него сел, вот это старое такое, с карбюраторами, все такое. Видишь? Это оно. Это настоящее. Так вот, все настоящее стоит дорого. Дешевку хочешь, как бы, знаете, люди хотят, христиане, чтобы, знаете, и апостоль свою сосиску тоже еще. Помните, что Павла говорит, когда у нас стоит выбор, реформация или сосиска, мы выбираем сосиску, как правило. Потому что сосиску можно, ну, как бы, скушать. Не получится. То есть, есть цена. Все, все лучшее, оно стоит дороже. И цену придется платить больше. Но вы-то здесь платите цену, на месяц целый, придется учиться. Значит, это слово к вам. Дальше идем. Так, скажите единственное мне. Час. Полчаса. Отлично. Значит, будем, будем разговаривать дальше. Хотел с этого начать, честно говоря, но вот как-то херувимы вмешались. Библия говорит, что слово мое, как меч. Да? Много раз. Иеремий говорит, слово мое, как огонь, как меч. Слово Божье живое и действенное, и острее всякого меча. И потом он говорит, возьмите меч. Помните, все оружие когда перечисляется. И меч духовный. Возьмите, который есть слово Божье. И вот в Библии, в Новом Завете, вы, наверное, уже люди, ученые, знаете, да? Два греческих слова для слова-слова. Какие? Иерема. 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 Иерема, да? Вот, это все вы знаете. То есть, логос, это написанное слово. В начале было слово локос. То есть, речь идет о Библии, понимаете? Библия, да, это слово-слово. Что это говорит? Это слово-слово. Логос сказал слово. И есть Рема. Рема, это произнесенное слово. То есть, написанное и то, что ты говоришь. И, конечно, в нашем русском переводе нету никаких логос, Рема, там просто слово. И непонятно, где и что вообще используется. Но мы как взяли? Ну, нам же надо исповедовать Библию просто. Помните, мы исповедовали? Я провозглашаю, что я тра-та-та-та-та-та-та. У меня то-то и то-то. Значит, смотрите, что в мече? Логос, а что Рема, как вы думаете? Вот меч состоит из двух частей. Рукоять и лезвие. Рукоятка, логос. Да, рукоятка – это логос, основа, да? Основа меча. Но лезвие, то есть рубящая, режущая часть, это Рема, то есть живое произнесенное слово «сейчас». И вот именно в Ефесянам 6 главе, где написано, что возьмите меч духовный, это Рема написано. Возьмите Рема, возьмите вот это острое. По сути, рукоятка существует для чего? Чтобы ты мог использовать лезвие, иначе без нее не получится. То есть, чтобы донести лезвие до головы врага, нужна рукоятка. То есть, к примеру, вот танки. У танков есть пушка. Что такое танк? Это трактор, который везет пушку. Если убрать пушку, это просто трактор тяжелый получается. То есть, все вот эта вот тракторная часть танка существует для того, чтобы он мог возить эту пушку по полю боя. Удобно вот довез ее, гум, дальше поехал. Но пушку без вот этого трактора тоже, ну куда ее, она не сможет эффективно стрелять. Поэтому то и другое нужно. Все начинается, конечно, со слова. В начале было слова. Более того, слово настолько важно, что Бог, написано, превознес свое слово выше всякого своего имени. То есть, и более того, написано, что Ишуа – это локос. Это его слово, через которое все начало быть. Итак, соответственно, локос без рема имеет очень мало эффекта. То есть, как рукоятка без острия. То есть, если меч в ножнах, вроде как может показаться, что там есть острие, а может одна рукоятка только. Если я просто провозглашаю тупо слово Божье, я вмашу пуску рукояткой. Вот просто, да, у меня что-то есть. Я взял местописание, выучил его, но попугай тоже может выучить. Медведи, видели вы, катаются на одноколесном велосипеде. Люди не умеют так. Медведи. Так что, локос сам по себе, он, ну, можно, конечно, такой, да, врага, рукояткой. Но, в основном, весь меч существует ради того, чтобы вот это вот делать, чтобы бить рема. С другой стороны, иметь рема невозможно, если нет локоса. Если я не пребываю в Писании постоянно, никакого слова у меня не будет никогда сильного. Никогда. Поэтому любой... То есть, Дима это подтвердит. Любой Божий служитель, который глубоко в слове, в духе, он скажет, вот с чего все начинается. Вот. Я вам скажу за Диму, что, когда я с ним познакомился, его было очень трудно увидеть без Библии. Он везде носил с собой. У него была сумочка такая, где одна Библия лежала. Он где сел, сразу раз открыл, читает. Вот его по городу где-то встречаешь, где-то сидит, читает Библию. Он ее читал постоянно, вот сутками. Вот в любое свободное время он в слове. И когда ты берешь, брал его Библию, ты понимаешь, она не лежит там, на ней пыль и не собирается. И мне это сильно, ну, как бы тоже послужило. Я понял, что вот, вот с чем надо сейчас заниматься. Не в духе летать. Он не летал никуда вначале. В слово, в слово, в слово. Прочел заново, прочел заново. Там где-то можно останавливаться. Я до сих пор читаю и не могу начитаться. И постоянно, как первый раз, честно. Вроде уже аж стыдно становится. То есть, вроде читал уже столько раз, а читаешь, как сначала как будто. И откровения льются, и льются. Это без дна. То есть, сильная должна быть рукоятка. Сильная. Так скажу, что размер рукоятки, он влияет на размер острия, которая будет. Понимаете это? Да. Если вот на этот меч поставить такую маленькую, два сантиметра рукояточку. Смотрите, как и можно будет. Очень неудобно. Поэтому, когда хорошее большое лезвие, должна быть хорошая рукоятка. Большая. И кто хочет там, знаете, иметь сильное откровение, глубокие переживания, ему нужно хорошее основание для этого вначале построить. Вникай в себя. Я помню, Ледяев, в 95-й год, у меня была такая большая библия. Папа мне подарил первая моя библия, еще больше этой библии. Он выходил с ней. И там, помню, было взять автограф. Это, ну, все, вершина счастья была. У Ледяева. А его охраняют, там не подобраться было. Я, значит, перерыв какой-то. Он сидит на первом ряду, большой зал, и я жду. Смотрю, этот отвернулся один охранник. Я говорю, папа, я пошел. Он говорит, с Богом, сынок. И я такой, щу, прошмогнул. Я говорю, там, простор Алексей, распишитесь, пожалуйста. И уже охранник накинулся, поздно уже он библию взял. Я говорю, подожди, моя библия у него. И он мне написал, помню, вникай в себя и в учения. Занимайся этим постоянно. Ну, и местописание Тимофею. И вот это, я это принял, начал делать. Именно вот с тех пор. Поэтому глубоко в слово. Это первое вообще правило духовной войны. И вообще правило жизни верующего человека. Если в духовную войну попасть без основания в слове, разорвут, обманут. Там такие, знаете, собрались. Вы знаете, есть, ну вот, допустим, как Остап Бендер. Он говорил, что я лично знаю примерно сколько 400 относительно честных способов отъема денег у населения. Там такие мошенники в духе. Я имею в виду духов. Представляете, им тысячелетия. Сколько они повидали вот нашего брата. И если мы не знакомы со словом, обманут. Обманут. Вы знаете, что на… Ну, не знаю, рассказывал, может, Дима или нет это. Но, когда он это рассказал, я могу сказать, это есть. Что в духе, когда ты начинаешь в духовный мир входить и уже там, как бы, ну, чувствуешь себя, как бы, ну, комфортно или там, свободно, ты начинаешь встречать там определенных личностей. И мужчина, к примеру, он может там встретить духа женского пола. И этот дух может предложить ему остаться. Ну, то есть, не возвращаться уже в тело. И если мы не различаем вот этих вещей, то мы можем просто умереть и все. И быть обманным. А там потом некрасивая какая-то там, знаете, ангелиха, а там чертиха такая будет страшная. Она тебе… И нету. Поэтому… Нужно основание слова. Это то, что я очень сильно вас убеждаю делать. Копайте слово. Читайте каждый день, как можно больше пребывайте. День и ночь. Да не отходит этот туз. То есть, кушайте, кушайте, кушайте. Чем больше вы слова пропускаете через себя, тем больше Рема будет доверено вам. То есть, вот с рукоятки все начинается. И если у меня… Вот я вам показывал, да? Если у меня вот… Вот моя… Мой логос. Вот маленький такой. Вот… И Рема такая даже. Тик-тик-тик-тик. Да? Что-то могу, конечно, но не насмерть. А если передо мной танк, да? И я вот это вот… Знаете, отец мой видел сон один раз. Я вот люблю его именно для духовной войны. Он хорошо. Бокс. И он боксирует с бесами на ринге. И он раз, победил одного, потом вышел другой. А он победил его, вышел третий, еще сильнее. И он еле-еле… Такой был бой. Я весь избитый, он избитый. Еле-еле забил его. Победил. И потом на сцену вышел, говорит, такой фашистской формы. Офицер. Такой дух демонический. Здоровый такой. И отец мой говорит, я понимаю, что у меня нету никаких сил уже его победить. И тогда, говорит, я достаю пистолет из-за пояса. Вот так вот просто. Этот дух вот так вот и ушел. Власть. Вот это власть. Рэма – это власть. Бесы это знают. Духи это видят. Они видят, у кого какой меч. Поэтому, когда мы провозглашаем какие-то вещи вместе, у кого-то, понимаете, вот машется, а у кого-то вот. Соответственно, если человек-то мне рассказывает, я видел территориального духа на Симферополе или сверху. Болтун. У тебя нету такого оружия. Нельзя ножом, танк никак победить. Что ты как-то его не тыкай. Чтобы иметь дело с вот большими высокопоставленными духами, там должен быть меч Исаия 27. Большой, тяжелый и крепкий. Помните у Господа? В тот день поразит Господь мечом своим большим, тяжелым и крепким Левиафана. Такого, да, нескольких там чудовищ. Левиафана и чудовище морское. То есть меч Господа, если мы будем сражаться с Левиафанами, с этими духами, он должен быть большим, тяжелым и крепким. Отдельная тема. Еще 20 минут, да? Что такое большой? Вот этот меч, он такой средний, да, но можно сказать относительно большой. Когда Давид бежал от Саула, и он пришел, вот это будет интересно, и он пришел к Авиафару, по-моему, священнику. И он говорит, у тебя есть меч? А он говорит, нет, только меч Голиафа. Стоит там за Ифодом. Смотрите, в храме меч Голиафа. Как вам такой подход? И Давид говорит, слушай, давай его, нет ему подобного. То есть меч Голиафа какой был? Большущий. Ну, Голиаф был большой. И Давид, ну, Давид не был большим. Мы понимаем это из Писания, что он, ну, он был младшим, ни вида ни величия. И можно представить, как этот меч выглядел у Давида. Он вряд ли его мог носить на поясе. Скорее всего, где-то он на спине мог только такую шпалу таскать. И мне кажется, что драться им он мог только под помазанием. Он был слишком тяжелый для, ну, обычного такого среднего еврея. И я представляю, когда с врагами, помните, ну, когда Давид же воевал много, и они видят вот этот вот, ну, такой вот, бежит ни вида ни величия, из такой вот этой штуковины просто. Наверное, было страшно. Так вот, видишь, Божий, он большой. Это значит, что масштаб Божьей войны – это не наш масштаб. То есть, Левиафан – это… Немножко, конечно, я опережаю события. Но Левиафан – это глобальный дух, это мироправительный. И мы, как бы, я не могу… Сам, во-первых, я никогда не смогу с ним иметь дело. Это только церковь может, тело Христа, апостольская церковь. Но для этого нужно видение. Что такое острие? Это рема – это видение, это знание, это откровение. У фарисеев у них было только рукоять, у них не было откровения. Они хорошо знали слово, но они не получали откровения из слова. Просто читать Библию, согласитесь, скучно. Ну, скучновато. Ну, есть поинтереснее, ну, какие-то там, к примеру, левит, числа. А им вообще там можно заснуть. Перечисление, сколько там блюдит, сколько там подставочек. И это колено… 12 раз одно и то же перечисляется только. И колено Манасина привесло, и начинается список. И ты читаешь, думаешь, вообще, к чему это все написано? Но когда есть откровение, это становится все имеет смысл вдруг. И ты понимаешь, что все эти вещи о проказе, книге левит – это все глубокие откровения для нас. То есть в каждой детали у Бога есть откровение. Так вот, масштаб пасторского дара… Почему я говорю об апостольской вот уровне войны? Это поместная церковь. Масштаб пасторского дара. Так Бог установил, что пастор, он мыслит только масштабами поместной церкви. То есть, чтобы у меня в церкви было все хорошо, устройство, процветание, все были исцеленные, все были здоровые, все были зрелые. Вот все вот рассловно нажалось. Но апостол никогда не мыслит масштабами одной церкви. Апостол видит вот это задание тела Христова. То есть, видение для церкви в целом. Понимаете? Но дальше своей общины точно, дальше своего города точно. Город – это минимальный масштаб апостольского видения. Это вот с чего начинается. То есть, если человек призван к апостольскому, он уже видит предназначение своего города, а не своей церкви в городе. Искупительные дары стерлитомака. Какие они? Они есть. Если написано, что в Иерусалим небесный принесут славу народов, значит, у каждого народа есть что-то особенное, что он может принести к Богу. И у каждого города есть. И если изучать с Духом Святым историю своего города, мы можем увидеть эти искупительные дары. То есть, то, чем наш город, или наша страна, или наша нация может Бога прославить. Большой, то есть… Ну, это не получится вот таким вот маленьким перчатком делать. Тяжелый. Тяжелый. У нас долгое время на кафедре… Вообще, у нас на кафедре висели очень интересные вещи. Помимо меча деревянного, которого нам сделал один миссионер, знаете, еще из плинтуса. И у нас он такой красивый получился. Ну, такой, весь там плетеная ручка такая, все… У него было много свободного времени у миссионера одного. И он у нас дома жил, в основном все время строгал что-то там на балконе. Сделал меч, и он висел. И когда ты берешь деревянный меч, он такой легенький, удобный, безопасный. Можно даже ребенку дать. Вот такое вот, можно и было что-то там символически делать. А потом мы купили железный уже меч. И когда ты уже берешь железный, понимаешь, это уже поопасней штука, хоть и декоративная. Ты можешь уже пораниться или поранить кого-то. И долго махать не получится. И если встречаются железные деревянные, деревянные разлетаются сразу. Поэтому, если у нас бутафорное оружие, и мы вступаем в духовную войну, оно разлетится очень быстро. Тяжелый. То есть, настоящее оружие тяжелое. Вот, как это еще? Вот видеокамера, если вот у вас есть. Хорошая видеокамера, она весит немножко. А если берешь какую-то вот китайщину, там как будто она из пуха какого-то или из бумаги сделана. То есть, тяжелый – это вес, это качество. Качество. Бог достигает, добивается в нас качества. Некачественный характер – легкий. Качественный – это тяжелый. Почему металл тяжелее дерева? У него другое качество, такая структура. Я читал, что мечи их делали, особенно японцы, вот эти свои мечи. Они их очень многократно раскатывают в лист, опять собирают. Опять разбивают в лист, опять собирают, ну вот, в форму. И опять разбивают. Так многократно они ломают эту кристаллическую решетку, и молекулы начинают сближаться максимально друг к другу, чтобы быть крепкими. Почему дерево хрупкое? Потому что у него молекулы далеко друг от друга, и оно легко ломается. А за счет вот этого постоянного перековывания они сбивают, понимаете? Как бы вот на уровне молекул, атомов. Этот металл, и он становился очень крепким. Что с нами делает Господь? Опять же, к кубику возвращаясь, только ты уже вроде принял форму апостола Господа. Что-то похожее. А он тебя опять в лепешечку раскатал. И ты вот лежишь и чувствуешь, что я лепеха просто. А Господь говорит, ты меч! Да какой меч? Блин какой-то. Бесформенный. Опять раскатал. Вроде все получилось. Думаешь, ну все, это конец. А он у тебя в огонь что-то именно расплавился. И опять под молот. Бам! 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 И мы что говорим? Господи, да сколько ж можно? Да коли уже меня долбить? Я уже хочу... Но пока он не добьется своего, процесс не закончится. Один знакомый мой делали ему операцию. Вырезали, там, так заболел, вырезали полтора метра кишечника. И он говорит, что прямо во время операции он очнулся от наркоза. И он говорит, доктор, мне очень больно сделать наркоз. Он говорит, нельзя уже. И он говорит, тогда я уйду, сейчас встану. А доктор ему показывает его кишки. Говорит, вставай, вот твои кишки у меня в руках. Куда ты уйдешь? И что остается делать? Терпеть. Все, отдаться процессу и ждать, пока не закончат. Так вот, с нашим Богом то же самое. Нам остается только довериться. Потом, в конце концов, к чему приходит? Господи, да долби уже сколько надо. Уже все, все, все равно. Уже ни о чем, уже ничего не хочется. Бей уже, бей, не жалей. Вот это, потом ты уже такой становишься податливый, знаете, расплавленный в огне, побитый. И в конце концов, у него получается меч. Потому что этот меч не должен сломаться. Он не должен быть хрупким. Это третье качество. Крепкий, да? Крепкий. Крепкий. А как человека сделать крепким? Только через… Знаете, есть одну вещь, вот я тоже со спорта вынес, что хороший тренер, он всегда будет толкать своего подопечного чуть-чуть за грань его максимум. То есть не так, чтобы он там надорвался или погиб, но если он будет поздно… Ладно, бедненький так, устал, ладно. Все, отдыхай, на сегодня хватит. Такой он никогда не добьется ничего. Он всегда будет толкать тебя чуть-чуть больше. Я помню, я попал в таком вот тренер. Ох, он страшный такой. В татуировках весь, во-первых. Вот такие вот в ушах у него эти, знаете, тоннели. Здоровенная такая шайба. И он говорит, так, сегодня будем приседать со штангой. Я говорю, приседали со штангой? Самое ужасное. Я говорю, ну хорошо. Значит, ты будешь приседать, пока я не скажу «хватит». Ну то есть неизвестно. И мы нагрузили, я ж не помню, сколько там. И я приседаю, ну как бы раз десять-то нормально. Потом начинается такая боль там в ногах. Думаю, да шо ж он молчит. Потом там по зеркнув, его нет вообще. В зале я продолжаю, как бы. С водой там идет, я говорю, эй, там что, сколько еще? Он говорит, ой, я забыл про тебя совсем. Он говорит, ой, я забыл про тебя совсем. Он говорит, давай все, снимай, хватит. Серьезно. И были такие тренировки, где вот после какого-то упражнения просто я лежал, и я не мог, знаете, не сесть. Вот сидеть было больно. Можно было только так лежать посреди зала. А там, знаете, ходят же эти фитнес там. А ты лежишь. Так, так плохо было. Несколько минут, просто очень плохо. Потом там нюхать. Я понимаю, что он добивался чего? Чтобы ты переступал свой максимум и рос. То есть немножко за грань. Немножко там, где ты уже не можешь, где уже тело отказывает. И тогда вот ты растешь. А если в щадящем режиме никогда ничего не добьешься? Вот так с нами поступает Господь. Когда нам кажется, что, Господи, все, все, мне конец. У меня был такой момент, ой, период один в жизни. Честно говорю, вот без… Когда я еду на машине, вот в вечер, ну так плохо. И у меня такая мысль, вот сейчас просто в лоб въедь кому-нибудь. Ну и все, и конец. Вот разгонись просто, вот одно движение, и все, конец заканчивает. Ну, знаете, такого? И я, честно говоря, ехал, рассматривая эту мысль. Не было такого, да ну, пошел вон сатана. Слушай, действительно, вот сейчас раз, и все. И заканчивает. То есть, бывает, вот такие периоды будем проходить. А я был, извините, уже служителем и не один год. Но потом, как бы, когда кажется, что все, конец, Господь раз, и спасает тебя. И поднимает. И не дает, чтобы… Он врагу сразу не даст над нами посторжествовать. Аминь. Знаете, чем… Чем вот мы подытожим? Он есть Альфа и Омега. Аминь. Вы познали его как Альфу? То есть, он начал? Да. То есть, если он в вашей жизни что-то начал, он начал. Он обязательно закончит. Они экспериментируют с нами. То есть, если Бог что-то начал в моей жизни, если он был Альфой, он будет Омегой там обязательно. Аминь. Аминь. Один раз я смотрел футбольный матч, американский футбол. И есть команда, моя любимая Detroit Lions, или вы. Или вы из Детройда. И я как-то уже увидел результат. Ну, знаете, игра состоялась, у них ночью они играют, а у нас только наутро это выкладывают в интернете. И я так мелькнул, и я увидел, что победили вы. И я скачиваю игру, думаю, посмотрю, смотрю, а они так проигрывают и проигрывают. Я говорю, ну я же видел финальный результат, победили. А все идет, уже в последний вот этот четвертый период, они так проигрывают здорово. Я думаю, может я не тот результат увидел. Значит, сделал паузу, посмотрел. Нет, вот. Скачал то, то. То есть, понимаете, я знал, что они победят, но все выглядело так, что они проиграют. И они там на последние, знаете, секунды все победили. Вот у нас похожая ситуация. Мы знаем, мы знаем, что в конце мы побеждаем, но выглядит все наоборот. Поэтому нам просто нужно доверять ему, как Омеге и как Альфе, что если он начал, как Путин написано, если он начал у нас доброе дело, он будет его совершать до дня последнего. И я верю, что он добьется своего. Если мы избраны им, то, ну, не будет такое, ой, ну, как-то там попробовали с Антошей, не смыслось. Ладно, вычеркните его ангел. Списали. Так как это может быть? Нет, нет, нет. Видели, вот есть дети такие, вот этот ребенок, который взял у отца его часть наследия при живом отце, да, это было такое оскорбление. Отец не умер еще, а он уже взял наследство. Прокутил, прогулял и идет назад, как бы уже смирившись. И отец не стал его как-то там гнобить, он побежал, обнял этого вонючего, наверное, вшивого, грязного. Вы знаете, какой он пришел? И он мне сказал, так, теперь, значит, испытательный срок, как у нас в церкви, там, полгода на задней, значит, скамейке сидит. Кто это, где это установлено, кем вообще? Отец сразу сказал, а ну-ка, перстень, одежду и пир. Вот это свойство нашего Бога, отца. Да, хорошо, что он не епископ, да, всея Руси, который бы, так, значит, 7 лет, теперь без права переписки, там, и проповеди сиди, там, смиряйся, брат. Если мы с искренним сердцем, он говорит, приходящего ко мне неискреню вон. Поэтому в духовной войне нас, конечно, будут ждать какие-то поражения. Вы все знаете вкус поражения? Да. Все, воины. Видели когда-нибудь воина, который там никогда без шрамов? Они все в шрамах, воины. У всех воинов всегда были пропущенные удары. Я вот, когда вот занимался американским футболом и достиг уже какой-то формы, мне казалось, я такой, все равно получал. Вот все равно бывает там, что ты бежишь, бам, все, свет погас. И ты такой уже сидишь, думаешь, как это там, кто, откуда. То есть все равно удары пропускаешь. Но воин, они начинают, наверное, не мое призвание, приду там шахматы играть. Воин встает и продолжает дальше. Я именно в духовной войне с американским футболом много научился. Очень похоже. Потому что у нас война не издалека. Мы там бомбы кидаем по врагу. Мы лицом к лицу ведем с ним правила. И знаете, что некоторые враги вонючие. И вот он когда… Видели вообще, как американский футбол происходит? Они стоят вот две линии. Я как раз в линии играл. Линия защиты. И есть линия нападения. И вот ты стоишь, и вы смотрите. Глазами друг друга. И видно, кто боится. Сразу видно, кто… Думаешь, все это… Я помню, один там играл против нас. И ну как ты бежишь и бьешь со всей силы. Я бегу, я вижу, что он не смотрит на меня даже. Ну, видно, новенький. Мне просто его стало жалко. Я подбежал вот так. Я говорю, слушай, ты не стой так. То есть, видно. Но когда вот именно встречаются два… Ну, когда ты видишь, он не боится, вот с этим будет битва. Вот так вот с врагом мы встречаемся. А если ты дрогнул, они это понимают сразу. Все. Он уже победил. Потому что духовная война, понимаете, она… Во многом она решается и до начала еще. Помните, есть… Вот тут кто «Властелина колец» написал, как его зовут? Талат Олкин. По-моему, это его слова. Или этого, что «Нарнии» написал. Ну, кто-то вот из них. Я знаю, что они друзья были, вот эти два. Он сказал, что поражение неминуемо лишь для тех, кто отчаялся заранее. То есть, если мы заранее уже… Все. То есть, конечно, поражение придет. Поэтому… Ну что, подытоживаем, да, вот второй урок. Вынести с него что? Слово. Слово. Вот это для войны номер один. Пребывать в Писании, не в духе летать. Не с ангелами общаться, а в слове быть. То есть, быть закованным в слово. Чтобы слово… Как оно работает? Потому что, когда в духовной войне, некогда уже побежать, посмотреть, что там кто учил. Там, подождите. Что-то там, подождите. Что-то Креповский что-то говорил. Платформы обмена. Что он с кем-то, подождите. Что он с ним делает? Изавель. Что за Изавель такая? В этот момент слово будет выстреливать, если мы им наполнены. Просто Дух Святой будет приносить слово на память. Чук! И ты раз – высвободил его. Чук! Раз – высвободил. То есть, ты владеешь этим оружием. Тогда Логос становится Рема. Не обязательно Рема – это, что мы цитируем в Писании. Иногда это может вообще не как в Библии, но оно исходит из Логоса в этом духе. Аминь. 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 Продолжение следует...